Приветствую вас. Правда заключается в том, что у девочки, скорее всего, изначально нет к вам чувств и не было. То есть да, она позволяла вам и позволяет с собой ухаживать, да, она позволяет вам общаться, да, она возможно впускает в определенной степени вас в свою жизнь, но при этом, при том, что она это делает, она соблюдает четкие границы и не позволяет вам больше того, что сама для себя как-то определила, раз и навсегда. Ну, изначально, изначально, да, так это, наверное, будет правильно сказать, что она изначально определила для себя грань, грань, за которую вам нельзя перейти. И правда здесь заключается в том, и эта правда, к сожалению, вам, боюсь, не понравится, правда заключается в том, что девочка, ну, знаете, я бы не сказал прямо, что она использует вас, может быть, даже не использует вас напрямую, но она вполне вероятно, действительно полагает, что если вы, ну, вот вы это сами, да, как бы вроде как к ней начали приставать, вроде как сами вы к ней начали клеиться, вроде как сами вы стали, там, за ней ухаживать и так далее, то есть все это делали, как бы вы сами. И она, естественно, имеет все основания сейчас думать, что раз вы это делали сами, ну, значит, она вас, вообще-то говоря, ничего не должна при таком раскладе. И с ее позиции это, может быть, и действительно справедливо. Во мне не только понятен, но простую вещь, что если у девочки изначально к вам чувств не было, то они и не возьмутся из ниоткуда, понимаете, в чем дело. То есть если вы хотите быть именно с этой девочкой, если вы хотите с ней находиться в отношениях, если вы хотите взаимодействовать с ней и быть с ней, то вам необходимо понять следующее. Вам необходимо понять следующее важную вещь. Что вы принимаете девочку такой, какая она есть, и все. Вы просто берете и принимаете ее такой, какая она есть, если она вас интересует. И вы не ожидаете, что она ответит вам заимностью, потому что она не обязана ответить вам заимностью. Она может и не ответить вам заимностью, она может вам ответить на не так, как вы того хотите. Понимаете? Ситуации бывают разные. И вам сперва надо бы определить, а для чего вы, собственно, сами хотите быть с этой девочкой. Зачем она вам, грубо говоря? Для чего она вам, грубо говоря? Если вы ее любите, наверное, вы хотите, чтобы она была счастлива. Ну, я так полагаю. Если вы хотите, чтобы она была счастлива, то, наверное, вы будете стараться делать все для того, чтобы она была таковой. И если вы хотите, чтобы девушка была счастлива, то для этого нужно, в первую очередь, стараться делать что-то для нее. Чтобы именно она была счастлива, чтобы именно у нее все было хорошо. Чтобы именно она получала то, что ей нужно. Если же вы хотите чего-то для себя, и это очень важно понимать, если вы хотите чего-то для себя, то это нормально. Понимаете? Нормально хотеть чего-то для себя. Но мне нормально требовать этого от девочки, если она вам, опять же, этого дать, по сути дела, не может. Вот это не нормально. И это, сам надеюсь, вы, как следует, для себя поймете. И уясните, что нельзя требовать от человека того, чего он дать вам не может. Пока ваша девушка, она ведет себя так, как изначально позволяла ей ее поведение. Или, лучше сказать, даже не поведение, а ее линия поведения. Вот так вот скажем. Это более правильно будет. Ее линия поведения была такая, что она просто с вами общается, как друг. Вы хотите с ней общаться, а вы с ней общаетесь. Она вами не особо пока что дорожит. И все по сути это делал. Понимаете? И все. Большего она вам на текущий момент, на сегодняшний день, большего она вам дать не может. Может быть и хотела бы, но не может. Вот это я и хотел бы, чтобы вы, значит, для себя постарались понять. Именно это я хотел бы, чтобы вы в первую очередь для себя осознали, что девушка вам ничего не должна. Она не должна делать то, что вы хотите. Она должна соответствовать вашим интересам. А вам нужно, вам необходимо постараться определить для себя, чего же вы все-таки, чего же вы все-таки, да, от нее хотите сами. Чего вы от нее хотите сами для себя, чего и почему. И вот исходя из этих моментов, исходя из этих аспектов, вы уже и будете выстраивать такую свою линию поведения, такую свою модель поведения. Чтобы она максимально отвечала тому, чего вы хотели бы. Вот это, пожалуй, и является самым важным в данном аспекте. Чтобы вы четко понимали свои желания. А то получается так, что девушку вы встретили, сами стали за ней ухаживать, а потом еще и выяснилось, что она вам что-то должна. Ну, согласитесь, это не совсем правильная позиция, не совсем верная позиция. Потому что человек, кто в первую очередь думает о себе изначально и потом уже только о другом. Если вам не нравится, вы можете просто отдалиться от нее, вы можете просто как-то вот сказать ей, что даже ничего не говоря, а ничего не говорить. А просто проявить себя немножко с другой позиции чуть-чуть. Показать ей, что, ну, раз она не отвечает вам взаимную взаимностью, ну, хорошо, значит, тогда и вы будете к ней более холодны. То есть не нужно разговаривать и не нужно считать, что девушка сама за вас примет какие-то решения. Она женщина, а женщина решений за мужчину принимать все, что не должна, неправильно это. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, на вас. Вот, я могу пожелать вам успехов в том, что вы делаете, я могу пожелать вам стойкости. Я могу и хочу пожелать, чтобы у вас все получилось, чтобы вы добились такие того, чего хотите, чтобы вы добились того, в чем нуждаетесь. Вот, но при этом, чтобы это было без ущерба все же вам, чтобы ущерба вам все же никакого при этом не было. Вот. Возможно, девушка так же, возможно, девушка чего-то боится. Возможно, она не подпускает вас, потому что чего-то опасается. Ей, например, может быть, нужно больше времени для того, чтобы научиться, например, вам доверять. Вот. Может быть, есть еще какие-то причины ей так себя вести. Прежде чем принимать решение о разрыве отношений, постарайтесь как следует человека изучить. Постарайтесь как следует понять, чем человек руководствуется при выборе модели своего поведения. Постарайтесь эти моменты определить, они очень важны. И принимая решение, принимая любое решение, да, любое решение принимая, принимайте его так, чтобы это было вашим решением. Не говорите девочке, если хочешь, она всегда выберет то, что будет не в вашу пользу. Напротив, старайтесь самостоятельно принимать какие-то решения и самостоятельно эти решения реализовывать. Вот это будет правильно. Это будет тем, что реально вам можно и нужно будет делать. Это то, что реально поможет вам добиться ваших целей того, чего вы хотите. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы вам дополнительные остались, я на них пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...